Ну что, друзья, расскажу вам чуть-чуть про коронавирус, как протекало всё. Короче, начнём с того, что заболел сначала Валера. Пару дней у него была температура, и я думала, что я с этим пролетела. Слава Богу, всё хорошо со мной. У меня ничего не болело, я ухаживала за Валерой. И где-то дня через 2-3 я поняла, что у меня температура повышается, насморк, горло. Но я опять как-то с лёгкостью к этому отнеслась, думала, это просто простуда, начала пить чаи, мёд. Ну, вы видели, я выставляла в сторисах. Вот, то есть ничего такого я не предпринимала, никак не лечилась, даже не думала, что это корона. Вот, потом начались уже осложнения, вот тогда было тяжеловато. Особенно о себе я уже не думала, я думала только о ребёнке, что будет, как. Честно, началась паника, но я старалась её не показывать, вообще никому не говорить. Знала мама, папа, подруга и брат с женой, всё, пару человек, грубо говоря. Вот, знали с самого первого дня, мы с ними не виделись уже давно, я уже очень соскучилась по семье, потому что я не хочу, чтобы они болели. Вот, на всякий случай вообще никак. Маску я, ребята, не снимала нигде, то есть я всегда была в маске, всегда старалась, чтобы не заболеть, я боялась. Но, видимо, мне это не помогло. Сейчас вам по пунктам расскажу, что со мной происходило. Происходило первое. Температура была 37,7, несколько дней вообще ни вниз, ни вверх не уходило. Стояла температура постоянно. С утра до вечера, ночью всегда была одна и та же, 37,7. После у меня начала подниматься 38, 38,2. Вот тут я уже подыспугалась. Была температура 37,7 пару дней, потом 38,2, 38,3 я начала её сбивать. Начала полностью закладывать нос, вообще не дышать. Болело горло, был кашель сильный. Но, опять же, я думала, что это просто как простуда, да? Бывает такое, и это нормально. Но после я в один прекрасный момент проснулась делать завтрак, начала кушать и поняла, что я не чувствую ничего. Я ела просто как будто салфетки. Чтобы вы понимали, я ела острое, кислое, сладкое. Я ела чеснок, лук, и всё это было со вкусом просто салфетки. То есть у меня пропал вообще какой-либо... Самое страшное было из всего, что происходило, это я не чувствовала ни запахи, ни вкусы. То есть даже парфюм в нос брызгать, вообще ничего. Никакого запаха, абсолютно ноль. Уксус там, не знаю, даже брала какой-то там спиртные напитки. Ничего вообще нос не воспринимал. То есть абсолютная пустота. Вот. У кого-то это быстро проходит, у кого-то это вообще не проходит, у кого-то очень долго проходит. У Валеры это прошло в течение недели. У меня вот до сих пор ещё не вернулись вкусовые и запахи, ничего. То есть я до сих пор не чувствую у меня ещё заложенность. Но я заметила, что с каждым днём у меня потихонечку появляется вот этот вкус. Самое запомнилось мне, когда мы с Валерой заказали Макдональдс. Домой мы так хотели. Я не знаю, я прям бежала к этим пакетам. Я начинаю есть. И в этот момент я смотрю на Валеру, начинаю плакать. Он говорит, что случилось? И я понимаю просто, что вот так вот в щелчок. В один момент у меня пропало вообще абсолютно всё. Я не чувствую. Я просто ела как будто этот пакет с Макдональдса, а не сам продукт. То есть по вкусу, ну, ничего. Абсолютно ничего. И я очень расстроилась. И вот тогда у меня началась паника. И я начала бить тревогу врачам и так далее. То есть вот в тот момент я только испугалась, когда пропало абсолютно всё. Вот сейчас потихонечку восстанавливается. Но ещё был один день, когда я помню, что я просто потерялась в жизни. Я тоже подиспугалась очень сильно. Я просто лежала, наверное, сутки не вставая. Вообще даже, не знаю, даже в туалет не вставала. Я не могла. То есть у меня просто тело ломило от боли. У меня болели все кости. У меня болела голова, нос. Я задыхалась. Вот этот день, я прям его чётко помню, он был страшный, вот честно. Это был один день всего. Но мне было прям очень плохо. И на следующий день я уже встала, начала ходить по квартире. Как-то сама себя настраивать, что всё хорошо, всё хорошо, всё пройдёт. Типа, как бы, настрой. Вот. И с каждым разом всё лучше, лучше, лучше. С каждым разом становилось. Вот. Так что, по сути, это обычный грипп по моему состоянию. Но вот эти моменты, что пропадают вкусовые, пришлось откладывать скрининг. Я так и не поехала в Москву посмотреть, как малыш не сдала анализы. Тоже на панике из-за этого. На психологическом он, конечно, давит очень сильно, потому что, первых, я не чувствую ни запахи, ни вкуса и так далее. По поводу малыша переживаю постоянно, что и как. Но всё-таки успокаиваю, что это никак не влияет на ребёнка. Но, блин, знаете, всякое бывает. И, конечно, страхи имеются. За малыша я больше всего переживаю, что и как. Вот сейчас я жду, чтобы окончательно стало всё хорошо. И мы выезжаем в Москву, я поеду в больницу, посмотрю малыша, сделаю, наконец-то, второй скрининг наш. И буду жить спокойно. Сейчас, пока я ещё на нервиках, на стрессе каком-то. Потому что, ну, я думаю, вы сами понимаете, я думаю, ещё столько о ребёнке, что и как с ним. Вот. Я отметила, что при коронавирусе очень сильно начинают страдать старые болячки. То есть у Валеры была когда-то там со спиной проблема очень серьёзная. Вот у него очень сильно ломила спина, я помню, я массажировала ему. Потом пальцы у него болели там, где у него пластина стоит. То есть вот эти именно болячки, они начали очень сильно болеть. Я не знаю, почему. У меня такая же проблема. У меня очень болела грудная клетка, у меня очень болела спина, у меня ломила кости. Ну, по сути, это то же самое. Я хочу сказать, ребят, одно, пожалуйста, не снимайте нигде маски. Это правда не шутки. Коронавирус, он правда есть. Это факт. Анализы это доказывают. И, пожалуйста, будьте аккуратней. Потому что, если мы будем относиться к этому серьёзно, мы будем выходить на улицу, потом приходить домой, заражать всю нашу семью, своих родителей, своих детей. И ни к чему хорошему не приведёт. Раз на раз не приходится. Видите, кто-то проходит коронавирус, даже не понимая этого. Кто-то, вот как мы, в среднем таком уровне, просто с кусовыми какими-то проблемами, а некоторые с большими осложнениями. Так что, пожалуйста, будьте аккуратнее, одевайтесь тепло сейчас, не снимайте маски, и лучше позаботьтесь о себе и своей семье. Беременных, чем я лечилась, это нурофен детский до годика, потом називин детский до годика, гексарал, вот, барсучий жир я только половину части тела мазала, вот, и содой полоскала горло и нос, всё, больше ничего. Остальное много воды пейте, очень много воды. Хорошо спите, много спите. И самое главное, правильно питайтесь побольше, чтобы организм прям боролся. Потому что именно, наверное, мы сами можем справиться с этой болезнью, а все остальные антибиотики не так уж и помогают, как я поняла. И ещё хотела, кто болел, скажите мне, пожалуйста, как долго у вас возвращались вкусы и запахи, вернулись ли вообще? И второй вопрос для беременных ребят, девчата, кто проходил это, напишите, пожалуйста, как родился ребёнок, были ли осложнения у ребёнка, и вообще всё подробно, если можно. Сейчас читаю комментарии, директ, и пишите, что это хайп, движуха какая-то. Ребят, у вас всё хорошо, вот реально, всё нормально у вас? Вы по себе не судите, пожалуйста, людей. Если мы две недели об этом не говорили, значит, мы считали, те, кто пишут, что мы просто так себе придумали какие-то болезни и так далее. Ребят, мы сдавали на ковид, у нас есть документы, и на этом тема закрыта. Меня это очень сильно злит, что кто-то думает, что это хайп какой-то. Надо сказать, правда, не хочу, чтобы кто-то болел, и ребят, кто болеет, выздоравливайте поскорее. Остальные, пожалуйста, будьте аккуратнее. Вот и всё. Плохие вкусы ещё не вернулись, но я надеюсь, у меня вернутся. У Валеры уже вернулись. Так что я верю в лучшее, всё будет нормально. Но самое главное всё-таки доехать до больницы и посмотреть на Давида. Всё, что я хочу. Вот и всё.